Девушки отдыхают Сустреча литераторов у Гомель прибыл старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чаргенец А сейчас об этом и иншим больше подробно Беларусь и Казахстан подписали договор об социально-экономичном супрацовнестве до 2026 года У всех по выниках перемога у главных двух стран подписано 7 документов У всех их международные домовые об вытворче и науково-технической кооперации Организации оборонных галин промысловости Так само договор об науково-техническом супрацовнестве помеж академиями наук двух краин А кроме того, керавник Беларусской державы пропоновал Казахстану супрацовнество в IT-сферы И укоронение найновших вытворших и финансовых технологий Даревший выгодный контракт на полях суместного беларуско-казахстанского бизнес-форума у Минску подписал Гумсельмаш Уже в ближайший час у Казахстана отправятся пять сотня у машинокомплектов Якие перетворятся у сучасные комбайны на сборочной вытворчестве у Кастаная Гумсельская техника закрыя полову потребностей Казахстана И складя конкуренцию иншим вытворцам на евразийском рынку А зараз про один из самых важных документов для бизнес-супольности Декрет номер 7 Поведомляльный парадок о житявлении экономичной деяности Спрошенные санитарно-эпидемиологичные нормы и скороченные потребования по пожарной биоспеции Долгочеканный декрет о прозвитии предпринимательства Зорбить приватную деянность больше зрозумелой и доступной А кроме того, новый документ отменил аборадикально, отменил в широких других норм Например, до 2020 года не допускается повышение иснующих податков и уведение новых А так само сборов и пошлин Интернет-магазины смогут применять спрошенную систему податковоплодания Больше не треба узгоднять вонковую рекламу и рекламу на транспорте Некоторые помешкания можно будет выкористовывать не по метовым призначениям Например, краму или ресторан можно будет открыть в офисном помешкании, коли соседи будут не супрать При осуществлении розничной торговли теперь не нужно согласовывать режим работы За исключением тех случаев, когда, если это магазин, работают круглосуточно Теперь не нужно согласовывать их, как говорится, место размещения торгового объекта Теперь не нужно, допустим, оформлять путевые листы при осуществлении транспортной деятельности Там очень большой перечень и желательно с ним ознакомиться всем субъектом хозяйства Для осуществления наибольших распоусюдженных видов экономической деятельности Уводится поведомляльный парадок, их перолик вызначен декретом Это у приватности бытовые, туристичные, социальные послуги, деятельность в сфере гандлю и громадского харчевания А так само перевозок Таким чином, деяние документа охопливает сферы, у которых засероджено около 95% малого и среднего бизнеса Для ожитивления этой деятельности достатково будет подать одинное оповещение у выконкам про службу «Одно окно» Декрет, закликанный надать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы Стимулировать деловую активность грамадян и полепшись инвестиционный климат Украины В Радом принято решение об пероносе працовных ден в 2018 году Это предугледжено постановой Совета министров На новогодние святы будем отпочивать до ужей Працовный день за уторка другого студеня пероносится на субботу, 20-го студеня Четыре выходные дни чекают беларусов и в соковику Замец пятницы, 9-го соковика, будем працовать в попереднюю субботу, 3-го соковика Спанеделка, 16-го красовика, працовный день перонесены на субботу, 14-го красовика А спанеделка, 30-го красовика, на субботу, 28-го красовика А кроме того, продугледженный перонос рабочих ден с панеделка 2-го липеня на субботу, 7-го липеня Замец панеделку, 24-го снежня, будем працовать в субботу, 22-го снежня А працовный день за панеделку, 31-го снежня, пероносится на субботу, 29-го снежня Организациям продоставлено право с уликом специфики вытворшести пероносить працованные дни у иншим парадку, у отповедности законодавством Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко выслухает звороты ЖХРО у региона 1-го снежня с 10 до 12-го один отбудется промая телефонная линия Номер телефона у Гомеля 33-12-37 С двухденным рабочим визитом у Гомель прибыл старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чаргенец Напереда невядомый беларуский письменник и громадский дедж наведал Гомельскую областную библиотеку имя Ленина Тут он сустрелся с читачами и членами Гомельского отделения Союза письменников с якими обмерковал актуальные пытания литературного сяродзя Сярод узнятых тем, узровень майстерства письменников не дохоп объективной крытыки тенденции изменшения колькости библиотек Разом с тем старшиня Союза письменников означает, что на Гомельшине добро развивается детячая литература У ходе встречи он так само передал для заховывания у областной библиотеки свои книги После программы протягнуло ушановление авторов часописа «Метаморфозы» и узнагороджение лауреата у конкурса «Золотое пяро России» Сярод их Михаил Дедовец, який завоевал дипломы экологичной тематицы Надея Дмитриева стала лепшей у номинации «Моя малая родима» а Раиса Дзейкун у военно-патриотичной теме Владимир Шаронов стал серебным призером у номинации «Поэзия» Серебным лауреатом так само стала директор Гомельской областной библиотеки Марина Рафеева за наладживание громадских коммуникаций А гран-при у номинации «Фото» отримала Наталья Сляднева У вас организация хорошая и отлично, и приятно, что обл. исполком очень хорошо заботится о них Делается все, максимально делается, надо прямо И я думаю, что при встрече с губернатором я буду благодарить Владимира Андреевича за такую заботу о писателях Ну, конечно, что-то, может быть, и попросим Ну, это нормально, мы понимаем, что требовать сегодня от страны чего-то, каких-то ровных экономических вкладов нельзя Мы, дети народа писателей, рядом с народом Если немножко временная сложность есть для народа и трудность, значит, это должны пережить и писатели Помочь народу лучше выходить из этих ситуаций Новый правовый класс открылся в школе номер 27 города Гомеля Нагадаем, первый был открыт в минулом году Тогда его навученцами стали семиклассники Теперь в учиться в правовом классе будут десятиклассники С этой нагоды в школе «Миру» отбылся урочистый ритуал присвячения Подчас церемонии школьники огучили слова символичной присяги Им дали наказ проставники милиции и керавництва центрального района Гомеля С показальными выступлениями выступили бойцы Гомельского отрада милиции особливого призначения Специалисты означают правовые классы – это поспеховая форма выхования и правориентации Такая узмоценная подрыхтовка будет корыстной в будущем при поступлении в Академию внутренних справ Республики Беларусь Мы очень рады, что в 2016 году открылась новая страница в нашей жизни, в нашей школьной летописи Мы заключили договор с Академией внутренних дел Республики Беларусь И в нашей школе, начиная с прошлого года, теперь формируются классы правовой направленности В этих классах учащиеся изучают предметы через факультативное занятие Мы глубоко уверены в том, что даже если не все учащиеся поступят в Академию внутренних дел Республики Беларусь Но каждый из них за годы обучения будет точно знать, что такое закон, что такое порядок А сейчас про выхование гумором и творчеством Команда Клуба веселых и знаходливых Гомельского областного палаца творчества «Зятей и молоди» с перемогой вернулась из республиканского конкурса КВЗ-2017 в осеньский марафон Гумористичное споборництво проходило на базе детячего реабилитационно-оздоровленного центра Ждановича в Минском районе Конкурс иснует с 2000 года, традиционно уим удельничают дети, которые потребуют повышенной уваги с боку педагогов и батьков Головная мета проекта – наладить супрацовничество установок эдукации и громадских объединений для эффективной социализации подлетков, которые уступили в конфликт с законом Все лето в делу проекте приняли 11 команд за всей краю Гомельские школьники рыхтовались до поездки 4 месяца Увы, не куяны отримали перемогу номинации «Лепший жарт», а так само гран-при конкурсу Перемогу разделили с командой города Слонима Очень запомнилось то, что после выступления подходили маленькие детки, которые отдыхали на той базе по лет 5-6, просили автограф и фотографировались с нами Это было очень круто, это вот, наверное, самая главная эмоция, для чего мы к воинщике работаем Все вот ребята, знаете, что было хорошо слышать, когда ребята со спецучреждений выходили со сцены, говорили, мне понравилось на сцене Они просто кричали это за кулисами, что ведущий выходил и говорил, ну, ребят, тише, выступление идет Вот это, наверное, ну, как бы всем ребятам понравилось, я думаю, каждый продолжит этим заниматься До инших новинов, кермаши до новогодних и калядных святов стартуются в Гомеле в ближайший уикенд Весь снежинит по выходных, покупников ждут на площадь поустанья Тут проставят харчовые и нехарчовые товары Ближе до святов з'явятся живые елки и хвои Режим працы с 9 до 15 годин Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд» С новинами спорту познаемить Максим Савин